Получил ручку от общественной организации? Задекларируй. Парламент так и не смог отменить скандальные поправки к закону о борьбе с коррупцией, как-то вот требует Евросоюз. Да и времени уже нет. 1 апреля крайний срок подачи декларации для активистов-антикоррупционеров. А считаться о доходах должны все, кто сотрудничал с общественниками. Участники тренингов, арендодатели и даже уборщицы. Продолжат наши корреспонденты. Электронный реестр зависает, выдает ошибку, но все же запускается. Декларации активистов ничем не отличаются от финансовых отчетов госслужащих. Общественники говорят, в первую очередь необходимо установить критерии антикоррупционной деятельности и закрепить их в законе. Ведь пока нет четкого определения, невозможно точно сказать, кто именно должен отчитываться о доходах. Тут можно навести ряд властных тез. По-перше, в законодательстве нигде не прописано, что такое антикоррупционная организация, антикоррупционная деятельность или антикоррупционное навчание. В соответствии, если даже кто-то захочет притягнуть к ответственности меня за неподачу электронной декларации через то, что я антикоррупционный активист, в суде все эти доказы просто разобьются. Потому что нет законодательного визначения. Активисты называют декларирование местью. Предполагалось, что оно станет способом контроля за доходами чиновников, которые получают деньги из госбюджета. Общественные организации же финансируют международные партнеры. Да и отчитываться активистам уже есть перед кем. Активисты уже подают несколько видов отчетностей в различные правоохранительные органы. Активисты проходят независимый аудит, в отличие от того же Национального агентства по предотвращению коррупции, Генеральной прокуратуры Украины или Службы безопасности Украины. Активисты не могут даже иметь доступа к бюджетным деньгам. Но отчитываться о доходах будут не только общественники. Декларации должны подать все, кто сотрудничал с гражданскими организациями, получал бесплатные учебные материалы во время тренингов, канцелярские принадлежности, компенсацию за жилье, проезд и питание. В список входят даже поставщики различных услуг, говорится в разъяснениях к закону от НАПК. Это положение охватывает в частности физических лиц, оказывающих услуги, выполняющих работы, поставляющих товары, которые прямо не имеют отношения к предотвращению или противодействию коррупции. Например, услуги по уборке, поставке продуктов питания или канцелярских принадлежностей. 1 апреля подать свои декларации о доходах должны и все украинские госслужащие. НАПК просто не сможет проверить такое количество документов. Элементарно нет ресурсов, ведь автоматическую проверку не запустили, а людей в нацагентстве не хватает. По-перше, не хватает людского ресурса, потому что великое навантажение и большая ответственность. Фактически, точку невозврата уже прошли. Даже если после 1 апреля парламент все-таки найдет голоса, чтобы отменить ей декларирование для антикоррупционеров, каждому активисту, который не подал отчет на ПК, грозит штраф от 51 тысячи гривен. Уже постфактум. Ксения Барбиненко, Алексей Шматов, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова